Ну и теперь обо всем по порядку. Земельный скандал назревает в западно-казахстанской области. Сельчанам негде пасти скот. Вот, например, Жангалинский район издавна считается животноводческим, однако разводить домашних животных без пастбищ становится все сложнее. Вокруг населенных пунктов для выпаса не осталось земель. Вся она в частной собственности. При этом многие территории пустуют. Проблему изучала Роза Сатканова. Местный постов Тимреш Макаров остался без работы. Хотя даже ИП открыл, чтобы оказывать сельчанам свои услуги. Но пасти скот негде. Земли вокруг села оказались частной собственности. Животных жители отправляют на вольный выпас. Земли для выпаса совсем не осталось, в то время как поголовье скота за последние годы в разы увеличилось. Кругом территория крестьянских хозяйств. Они отгоняют от своих земель наших коров, поэтому часто и теряются животные. Для выпаса нам достаточно 1000 гектара земли, и чтобы вода была поблизости. Пастбище выпрашивает Тимреш Макаров уже три года. В Акимате признают, проблемы есть. Для её решения намерены пересмотреть границы населённых пунктов. Во время расчётов поголовье скота было небольшое. Соответственно, ему и выделили пастбище. За последние 20 лет поголовье скота увеличилось несколько раз. В Жангалинском районе крестьянские хозяйства арендуют более 1 миллиона гектара земель. Районным Акиматом разработан проект по расширению границ населённых пунктов. Это больше 30 тысяч гектаров. Сейчас подготовлено 6 тысяч гектаров земельных участков под пастбище. Как отмечают специалисты, возвращение неиспользуемых земель государственную собственность осложняется несколькими причинами. Одна из них – несовершенство законодательной базы. Землю в аренду дают на 49 лет. Если фермер не пользуется ей, к примеру, 10 лет, он может отдать её в субаренду. Нужно прекратить эту практику. Необходимы изменения в законодательстве. При этом важно не нарушать права наших сельхозпроизводителей. Права у всех участников должны быть соблюдены. С одной стороны, развитие сельского хозяйства – одно из приоритетных направлений в экономике страны. С другой – для сельчан домашнее хозяйство – единственный источник пропитания. Разводить же скот без пазвищ невозможно, сетуют они и просят ускорить решение земельных вопросов. Росатканал Блажерлгаз, Фольдар Аюпов, Западно-Казахстанская область. Итоги дня.